Всем привет! Я Дмитрий Андрианов. В предыдущем уроке я рассказал вам про минорную пентатонику. На этом уроке мы рассмотрим простейшие технические приемы, которые можно играть в этой пентатонике. А конкретно технику легато. И как с помощью этой техники играть простые вертушки и фразы. Что такое легато? Легато техника состоит из двух основных приемов. Это хаммер и пул. Допустим, мы берем ноту, а следующую на грифе, допустим, через два лада, мы берем просто ударом пальца без медиатора. Это называется хаммер. А пул, когда наоборот, мы берем ноту, допустим, на восьмом ладу и сдергиваем на пятый лад, без медиатора. И на этих основных движениях строится техника легато. Хаммер и пул. И вот рассмотрим простейшую вертушку. Что такое вертушка? Это некий мотив из нескольких нот, который повторяется несколько раз. В данном случае мы рассмотрим три вертушки, которые можно играть в этой минорной пентатонике, в этих пяти боксах-позициях, про которые я рассказал в предыдущем уроке. Первая вертушка, самая простая, стоит из трех нот. На одной струне. То есть, значит, восьмой лад, вторая струна. Повторяюсь, это ля-минорд метатоника. И пятый лад, вторая струна, нота ми. Ударяем ударом вниз ноту соль. И сдергиваем пул на ноту ми, на пятом ладу. Это ударом вниз. И потом ударом вверх мы берем эту ноту соль на восьмом ладу уже медиатором. И вот эти три ноты мы повторяем по кругу. И получается самая простейшая вертушка в пентатонике. Если мы возьмем, допустим, и попробуем поиграть ее триолями. Что такое триоль? Это три ноты в долю. И попробуем теперь эту вертушку сыграть в каждой из позиций. Следующий, с десятого лада. С тринадцатого лада. Это третий бокс для эммера пентатоники. С пятнадцатого. С семнадцатого. Это пятый, соответственно, бокс пентатоники. И приходим в первый бокс октавы выше. И вот для тренировки играйте, ставьте метроном, играйте триолями. Неважно сколько, раз там, пять, шесть, раз каждую вертушку. Допустим. Вторая вертушка. Здесь задействованы две струны. Вторая и третья. На второй струне мы делаем такое же движение, как в предыдущей. То есть ударяем ноту соль медиатором вниз. И сдергиваем пул на ноту ми на пятом ладу. А потом мы бьем ударом вверх ноту ре на третьей струне на седьмом ладу. То есть данная вертушка состоит из этих трёх нот. Теперь попробуем поиграть её по кругу. И так в каждом боксе. То есть тоже для тренировки. Ставьте метроном, играйте триолями там, допустим, некоторое количество раз в каждом боксе. Третья вертушка уже содержит и движение наверх хаммер легато. То есть вертушка выглядит так. Она стоит уже из шести нот. Сначала ударом вниз медиатора ноту ми на пятом ладу. Потом хаммер. Нота ля на первой струне на пятом ладу. Ударом медиатора вверх. Потом соль. И сдергиваем пул на ми. И шестая нота, в данном случае в этом боксе, это нота ре. На третьей струне, всем ладу, ударом медиатора вверх. Теперь поиграем её по кругу. И так же в каждом боксе. И так же в каждом боксе. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.